Губернатор прибыл в патриотический центр «Взлет», чтобы посмотреть на людей, которые несут в этот мир добро и яркие эмоции. Здесь собрались лидеры некоммерческих организаций. Многие из них работают над воспитанием подрастающего поколения. В их числе создатели музея живой истории. Зачастую в нем проводят занятия для ребят из детских домов. Практически все экспонаты выполнены активистами на специальной кузне. Вячеслав Шпорт решил внести свой вклад и взял в руки молот. Так получился гвоздь по особой технологии. Простой гвоздь, простой гвоздь. Каждый откует. Простой, со шляпкой. И автомат его кует. Сейчас вот проволоку заряжает, автомат их делает тысячи минут. А вот такой гвоздь, это специальный. Не каждый сделает. Этот музей живой истории строили при поддержке правительства Хабаровского края. Но то ли еще будет, вскоре с помощью грантов руководители центра взлет создадут небывалый ДСЛ-проект в дальневосточной столице. Это будет центр живой истории. Мы разделимся на два лагеря базовых. Это изучение Руси 14, 15, 16, 17 век. И изучение истории освоения Дальнего Востока. То есть мы вот сконцентрируемся. Это будет такой центр живой истории, куда можно будет прийти, одеть доспех, взять макет оружия, разыграть какую-то маленькую тотальную битву. Вячеслав Шпорт поблагодарил все НКО, помогающие людям. А таких в крае несколько десятков. Добрый Хабаровск среди них. Его руководители развернули бурную деятельность, помощи нуждающимся. К сотрудничеству подключают всех, кого только можно. К нам во всех соцсетях очень часто пишут и предлагают помощь. То есть сейчас автоклубы, которые у нас есть в Хабаровске, многие из них объединились, и теперь они автоволонтеры. То есть они развозят подгузники в дом ребенка, помогают и так далее. Ну то есть это тоже такой признак, что взрослые, состоявшиеся, семейные чаще всего люди, готовы делать добрые дела. В основном занимаются некоммерческой общественной деятельностью. В крае молодые и активные. Благодаря им наш регион становится привлекательным. Если взять, посмотреть статистику, там цифрами сыпать не буду, но просто, что у нас-то в Хабаровском крае много молодежи, как у нас от наших соседей. Из Камчатки, из Чукотки, из Сахалина, из Амурской области. Потому что здесь и аура хорошая, хорошая среда для приложения своих сил. Желают достичь успехов некоммерческим организациям в их нелегком труде. Павел Гошин и Илья Цапов. Программа «Настоящее время». Программа «Настоящее время».